Приветствую вас! Я думаю, что вашу проблему условно можно разделить на две составные части. Вот. Я заранее предупредляю, что не читал все сообщения, вот, читал только первое ваше сообщение, поэтому опираться буду на него. Две проблемы. Первая проблема, это то, что вы воспринимаете почему-то как очень обидный тот факт, что он выбирает дочку, а не вас. Что, очевидно, говорит о вашей неуверенности в себе из-за внешней национальной оценки. Соответственно, с чем нужно работать, ибо, ну, вы, по сути, конкурируете с девочкой, вы ревнуете к его дочери. Вот. То есть это неуверенность в себе и заниженная самооценка. Это первое. С этим нужно работать. Работать нужно и с вашими ожиданиями по поводу поведения мужчины по отношению к вам и дочке. Потому что в основе этих ожиданий лежат ваши желания. Желание является основанием для второй проблемы, а именно в том, что вы скучаете по этому мужчине и хотите быть между ними. Нужно разобраться в том, какие желания, какие желания вы связываете с мужчиной. Что именно вы хотите от него получать и всё получаете, такого, что вам очень важно и нужно. То есть с потребностной сферой. Речь идёт о потребностной сфере. Вот. То есть, вот вы говорите, что он приятный, что он галантен, что он нежен, что он, в общем, вы себя с ним чувствуете какой. То есть, возникло у меня ощущение, что мужчина даёт вам возможность почувствовать себя очень важным и значимыми целями, а дочка это у вас забирает и всё, и вы уходите в откат. Ну так. Если вы не чувствуете себя ценной, важной и нужной, может быть, имеет смысл сейчас разобраться с этим и самостоятельно реализовывать эту, в целом, естественную потребность. Дальше. Немаловажным моментом является то, что у мужчины распался брак, и что бы он ни говорил, но есть его доля ответственности в том, что брак распался, и очень важно понять причину, почему брак распался, именно с точки зрения мужчины, именно с позиции мужчины, именно в контексте его действий. Потому что те же самые действия, что привели к распаду брака, первые могут привести и к распаду ваших отношений с ним. Это очень важно понимать. Такая вот история. Я надеюсь, что вам помог. Желаю вам всего доброго, желаю вам разобраться в себе. Вот. И надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Добавил субтитры подогнал «Симон» Добавил субтитры подогнал «Симон»